друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и традиционно само утро разбираем ключевые фундаментальные события и смотрим на то как они повлияли на динамику финансовых активов повторяю не забывайте подписываться на наш канал на ютюбе оставлять вопросы если такие имеются ну и разумеется не забывайте ставить лайки друзья сегодня мы констатируем точнее я со своей стороны что в очередной раз переоценили значимости выступления отдельного человека речь идет о джероме пауле в конгрессе но я уверен то что вы все прекрасно помните что бывали дни и а факты его речи которые очень неплохо раскачивали финансовые рынки поэтому то что сейчас этого не произошло это скорее исключение но важно что по итогам выступления павла мы не получили ослабление для доллара это важно потому что именно от доллара строится большинство тех торговых идей которые я даю ну и разумеется поскольку американская валюта сохранила те позиции на которых находилась ранее в районе 97 50 это позволяет предположить что дальнейшая динамика при определенном развитии событий будет складываться в его пользу а последующее выкрепление доллара приведет к ослаблению валютного на риска начнем по порядку с рынка черного золота бренд 4157 я в очередной раз делаю акцент на ухудшение ситуации вокруг корона вируса если говорить о сша которые фактически являются сейчас эпицентром пандемии аризона флорида калифорния техаса каждый день обновление рекордов по росту количества заболевших в этих регионах разумеется уже отменены прежние послабления и подняты вопросы об установлении прежних жестких барьеров вот этих ограничений и мер социального дистанцирования полагаю что если пандемия в таких масштабах выйдет за территорию этих штатов то аналогичные меры будут приниматься уже и а в других регионах точно такая же проблематика сейчас характерные для а стран латинской америки и для некоторых европейских регионов то же самое можно сказать и про южную корею все больше и больше регионов мы получаем с их стороны информации подтверждения того что мировая экономика все-таки столкнулась второй волной а пандемии поэтому омрачение перспектив мирового экономического роста для меня это очень серьезный аргумент который не позволяет рассчитывать на более быстрое восстановление экономической активности поэтому как вы прекрасно знаете с понедельника я все-таки поставил на продажу на рынке нефти и зашортил бренд тем более что в качестве аргументов плюс поддержку этой идеи рост нефтедобыча в сша он возобновился впервые за последние 14 или 15 недель то есть фактически можем сказать за последние три месяца на прошлой неделе когда мы получили данные от администрации энергетической информации там была статистика что объем добычи в штатах вырос на 500 тысяч баррелей с 10 с половиной миллионов до 11 миллионов и сегодня друзья у нас снова свежие актуальные цифры в 17.30 выйдут данные по запасам соответственно будем анализировать статистику за прошлой неделю посмотрим не только затем насколько могли увеличиться запасы но и за объемом нефтедобычей что-то подсказывает мне что штаты остаются на траектории роста именно предложение с их стороны не раз уже говорил к чему это впоследствии приведет вы должны понимать что если штаты действительно сланцевый бизнес сша вернется в дело энергетическая тогда усилия стран опек плюс они будут фактически напрасны потому что штаты могут очень сильно перекосить потенциальный баланс между спросом и предложением в сторону более значительного предложения поэтому сегодня мы ждем запасы в 17.30 по московскому времени и я полагаю что сегодня мы получим подтверждение четвертой недели роста запасов нефти сша а если соответственно увеличится еще и объем добычи на те же самые 500 тысяч или побольше то рынок нефти снова пойдет вниз индекс доллара 97 40 по статистике сразу хочу сказать что у нас и индекса потребительского доверия который мы получили вчера по штатам рост с 86 и 6 до 98 и 1 еще один доказывающий релиз а свидетельствующий о том что экономика американская экономика все-таки остается на пути экономического восстановления что касается выступления павла то он признал что ситуация со статистикой действительно улучшилась фрс продолжает следить за тем как работают прежние стимулы но как и ожидалось ничего нового он не стал анонсировать то есть выжидательная позиция подтверждена и для меня это база и тот самый искомый фундаментальный повод почему не нужно отказываться от покупок американской валюты также хочу отметить друзья что по последним данным несмотря на то что очень сильно хейтит сейчас многие доллар считают что ставка на него это заведомо проигрышный вариант а доля американской валюты в резервах стран повысилась последние месяцы с 68 процентов до почти 62 то есть все-таки в доллар верит и верит его защитные свойства сегодня очень много статистики в 15 15 и дипи перед он фарм пэрлса напоминаю что он на этой неделе но он фарм пэрлса будут публикованы не в пятницу а в четверг из-за того что в субботу день независимости в сша также выйдут данные по производственному индексу айсэм по разгону инфляции в 17 00 и в 21 00 протоколы весь этот фундамент лично я буду от трактовать как хорошая база для еще большего восстановления доллара золото 1784 если полагаться на влияние и воздействие на золото риска распространения коронавирусной инфекции туда золото будет расти дальше и мы увидим очень скоро 1800 долларов за тройскую унсу тех кто не открывал длинные позиции раньше сейчас друзья нужно просто смириться с тем что не удалось вовремя войти в рынок и ждать потенциального весьма вероятного отката чтобы это сделать доллар канадец 135 72 чуть мы откатили но расстраиваться не нужно темпы экономического роста как и ожидалось по канаде в апреле показали серьезные снижения минус 11 6 процента поэтому ждем сначала распродаж нефти и на фоне еще и плохих данных из канады у пары доллар канадец снова появится шанс закрепиться выше отметки 137 кстати говоря накануне мы планку 137 почти протестировали не хватило буквально одного пункта евро против доллара 112 23 здесь снижение хочу отметить что наконец-таки европейская валюта реагирует на статистику данные по инфляции которые вышли вчера показали снижение индекса 0 9 до 0 8 и евро на этом стал снижаться сегодня индекс активности производственном секторе в 10 55 и в 11 00 точно такой же сектор только не по германии а по еврозоне в целом ожидания плохие соответственно ждем распродаж европейской валюты и фунт против доллара 1 2370 вчера очень хороший фундамент для распродаж фунта был на рынке обозначен и условия созданы в частности темпы экономического роста просели на 2 и 2 процента на этом начал снижаться и потом еще и выступление главы банка англии энди холдена который отметил что в любой момент готов скорректировать политику монетарную поскольку ситуация макроэкономическая ухудшается показатели очень сильно просели со времени последнего заседания банка англии и если данные будут и дальше разочаровывать то тогда уже потенциально в этом месяце в июле друзья банк англии снова увеличить программу количественного смягчения также на 100 миллиардов фунтов к этому нужно готовиться и соответственно дожимать цели по британцу на отметке 1 21 120 сегодня кстати в 11 30 еще статистика по производственной активности но по ожиданиям также релиз который может еще больше притопить позиции фунта на этом все большое всем спасибо за внимание всем пока